К учёбе в гимназии имени Максимовича приступают и десятиклассники. Важной особенностью этого потока является уже ставший знаменитым на всю Тверскую область губернаторский класс. В него попадают только лучшие ученики из районов Верхневолжья. Старший брат Глеба Сопронова в своё время уже отучился в гимназии имени Максимовича, благодаря чему и поступил в Тверской медуниверситет. Неудивительно, что и Глеб решил пойти по его стопам. Я хочу также достичь своих целей, которые я поставил перед собой, смотря на него. Какие у тебя цели? Я хочу хорошо сдать физику, математику, поступить в ведущие вузы страны. У Юлии Афанасьевой та же история. Под впечатлением от рассказов старшей сестры про губернаторский класс, девушка тоже решила последние два года перед поступлением в вуз отучиться именно здесь. Моя сестра сказала, что здесь очень высокий уровень. Она сдала русский язык, играя по русскому языку на 100 баллов. Так что для меня это является большим примером. Важным залогом высокого уровня обучения является педагогический состав. 80% преподавателей представляют Тверской госуниверситет. Как, например, Станислав Кристинский, коньком которого является немецкий язык. Он отмечает, что обучающиеся гимназии отлично понимают плюсы знаний иностранных языков. У молодых людей, которые думают на будущее, на перспективу, тем более интерес к языку всегда есть. Потому что язык открывает новые миры, знания иностранного языка, новые знания, ну и делает жизнь богаче и интереснее. Всего 1 сентября в гимназии имени Максимовича первый звонок прозвенел для 80 десятиклассников. Их учебная программа будет отличаться от того, что преподавали их предшественникам. Часть уроков у нас предполагается проводить как на других объектах университета, например, ботанический сад, так и на базе организации партнеров. Более активная станет внеурочная работа. И, конечно же, акцент мы будем делать на исследовательскую работу. Так что этим десятиклассникам придется ударно потрудиться. Тем более, что наступивший учебный год особенный. Ведь исполняется ровно полвека со дня преобразования Калининского Петинститута в Государственный университет.